Всем привет, я Ник и я Пекарь. Привет, меня зовут Саша, я студент Российского Государственного Социального Университета. Привет, меня зовут Катя, мне 27 лет и я геймдизайнер. Салют, меня зовут Дима и я веб-дизайнер. Я Алла Васильевна, я пенсионер и телеведущая канала. Пил-пил, меня зовут Полина, я художник, это Игорь, он банан. Я Игнат, я рисую картинки, все еще. Мы такие веселые ребята. Подключайся на тарифы шейк и вытрясывай связь на год и другие подарки. Подключай в салонах лайф. У меня просто реакция как-то все рекламы лайфа, типа, да, хорошо, так уж и будет, ничего, все совершенно обычно. Мне нравится. А можно я не буду объяснять, почему? Ну, типа, о, как мы смешно сейчас, так вот мы называемся шейк и все трясется, поняли? Ну, типа, это просто что-то настолько максимально ожидаемое, что прямо страшно. Бабуська сидит, вся сонная, называется, картины охраняет, картины звучит такой, рэп, она спит, сидит. Непонятен вообще смысл, у них какие-то лозунги вытрясывают, ну, прикинь, чувак идет по городу. Трясет телефон. Телефонной связи надо, что говорить, дешево, везде ловит, все, а тут вытряснуть, понимаешь? В погоне за какими-то суперкрутыми рекламными слоганами теряется смысл рекламы. Типа, там, я не знаю, презервативы, там, сейчас я тебе придумаю что-нибудь, типа, вот реклама презервативов, а ты попробуй. Нет, я тебе потом как-то покажу. Не надо мне, если бы про презервативы ничего показывать. Блин, я на самом деле субъективна в этом вопросе и признаюсь в этом, потому что я снималась в этом ролике, и я пересмотрела его, наверное, тысячу раз на ютубе, и, короче, мне правда нравится эта реклама. Мне жалко женщину, на которую вылилась целая куча какого-то компота. Есть шмат способов зарабить житё ярче. И один провайдер для кожного зиих. Мобильная субъективна, домашний интернет, перебатчинные. А1. Зраби ярчей. Вот эта тусовка Зыбецкую улицу напоминает, как они там тусуются все. Почему-то у меня эти массовки всегда больше всего воспринимаются. Ну вот танцуют, реклама такая. У меня вот от того, что я смотрел и музыки, мне кажется, что посыл был бы живи, очень уютненько, тихенько, спокойненько. Ну то есть у меня не соединились в голове картинка, музыка и то, что они говорят. Я думал, сначала будет реклама Минск Энерго. У них свет то загорался, то погасал, и все такие, свет гаснет, опять свет отключили. Вообще по-хорошему красиво. Вот снято просто потрясающе. Мне запомнился один кадр, где типа в офисе чуваки обсуждают голограмму руки. И скорее всего это типа какой-то, наверное, электрический, механический протест или робот или еще что-то. Но типа да, мы окей, идем в будущее, и вот как бы все классно и замечательно. А что сказать? А 1? Ну нет. Туда же, извините, туда же Клайфу туда. У меня наоборот противоположенное мнение от Саши, потому что очень динамично, то есть переходы классные, эффекты, графика. Классическая реклама Волкома А1. Но выглядит очень красиво. Ну да. Готово? Руки. Яблоко. Ешь. Без этого как без рук? Интернет. Стена. Мим? Все открывается? Безлимитный интернет. О, суперкрутой, суперагент. Супер. Разговоры, разговоры. Бесконечные разговоры. Все вместе. Супер. Супер Макс! Что тут гадать? Тариф Супер Макс Плюс. Максимально супер. Безлимит интернета и безлимитные звонки во все сети. Супер реклама. Ну, в большинстве своем у них работает телевизор, они не смотрят рекламу, а больше воспринимают ее на слух. И здесь есть офигительная штука, что они несколько раз повторяют плюсы. То есть там безлимитные звонки, безлимитные звонки, безлимитные звонки. Можно на радио пустить. Все как бы, вот эта девочка, которая или кто там она танцует, все на пантомимах. А они догадываются, это так, рот там, то, все. Через движения, свои движения показывают, что это такое, они отгадывали все. Ну, нормально, очень даже неплохо, красиво. Ну, как всегда там видно наигранность актеров, в плане того, что типа, ну, как я показал там, эмоцию Гаррель, типа, ааа, Супер Макс. Ну, на самом деле стилизация прикольная, она такая все немножечко олдовенькая, там типа, сейпи, это, ну, хорошо. Но по сюжету я прямо, вот нет. Никогда бы не подумал, что когда кто-то показывает Фрикадзиле в зубах яблока, я бы подумал, без интернета, как без рук. Нашелся! И вуаля! Никаких фокусов! Мы выкупим ваш старый смартфон, чтобы вам было выгоднее купить новый. Trade-in это КМТС. Вы заметили в рекламе, мой батя снимается? Подождите, насколько я помню, Trade-in это обменять старый телефон, и при этом, ну, ты, получается, сдаешь свой старый телефон, тебе за него дают деньги, и остальное ты доплачиваешь за новый. А где старый телефон? Так как раз-таки этот дядя с усами его там и искал, этот старый телефон в своих примочках. Снято, да, прикольно, типа, фокусник, ну, все же понятно, что это монтаж, это даже не настоящие фокусы. Что к чему, конечно, не очень понятно, но окей. Ну, типа, я, ну, нет, нереально непонятно, причем здесь никаких фокусов. Типа, вообще непонятно. То есть я понимаю, если бы, а или, типа, или есть, наверное, какой-то другой МТС, но не МТС, который тоже выкупает телефоны и делает фокусы. Я не, ну, какие фокусы, я не понимаю. Реклама опять МТС телефона. Покупаете телефон и МТС, ну, что, нормально. Но только почему перед этим такая длинная заставка? То кролика вытащил, то башмаки какие-то тянущие. Трейдином не пользовались и вряд ли когда-нибудь воспользуюсь. У меня тоже не было никогда опыта с трейдином. Наверное, потому что сдавать нечего. Короче, мне кажется, трейдин вообще штука не рабочая, потому что у нас, когда ты покупаешь себе телефон, ты его угрохочешь до конца и только потом купишь новый. Он будет максимально разбит, но ты не будешь покупать новый. Если ты, конечно, там не владелец один из того айфона. Ну, короче, если реклама классная, но трейдин рекламировать смысла нет. На счет три? Скажем, какая нам больше запомнилась. Ну, давай, считай. Раз, два, три, лайф. Мне совершенно не нравятся вообще все, все рекламы мобильных систем. Они все как будто бы пытаются сделать круче, чем у других, но это все в итоге получается вот какая-то вот такая мешанина всего, что мне не нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!